Майнкрафт-фильм с главный скандал года. О, что у нас здесь? Слыша одного миллиона дизлайков получил первый тизер-трейлер Майнкрафт-фильма, в то время, когда лайков чуть больше 600 тысяч. Это, конечно, говорит нам о том, что фан-базе Майнкрафта тизер не сильно понравился, и, скорее всего, от фильма они ожидали чего-то большего. Но почему так произошло? Я искренне не понимаю, чего они там ожидали. Произошло? Давайте разбираться вместе. Громче, он такой на максимуме. 2014 года. Совсем недавно, Джеб вместе с Ночи, мы тогда все еще небольшой командой в 30 человек закончили разработку обновления, что изменило мир, под версией 1.7. Они даже не подозревали, насколько это год был трудным для них. И это касалось не только... Ля, самое забавное, как подумать, Майнкрафт, ну, его же, по сути, сделали на унитазе. Это самая популярная инди-игра в мире. Причем даже не то, что популярная. Она же, блядь, она еб... Как инди-сегмент, так и уже большой сегмент, в который она уже потом въехала, когда она стала большой. Типа, в Майкрософт подъехали и так далее. Ну, то есть, вот сейчас, например, вы готовы сказать, что Майнкрафт это инди? Наверное, уже нет. Разработка обновления 1.8, щедрое обновление. А как раз продажа ночью своей компании Mojang за 2,5 миллиарда долларов. Блядь, 2,5 миллиарда. И самое главное, ночь же вы видели, он, короче, игру-то готовит новую. Это что-то по типу рогалика, только очень похожий на Doom и, соответственно, 2D-шный. Давайте не будем забегать настолько вперед. Если верить статистике, то в 2013 году компания Mojang сумела заработать аж 326 миллионов долларов. Да-да, в подземелье. Честно говоря, выглядит, ну, при всем уважении к ночью, это легенда. Ну, блядь, выглядит как залупа. Ну, вот то, что я видел, вот именно вот эти геймплеи, которые там показали. Да, там он в Альфе, понятное дело, чисто даже по идее, но выглядит как залупа. Как будто такое постоянно в стиме выкладывают каждые 2 месяца всякие инди-разработчики. То есть, нет такого ощущения, что ебать, вот это что-то новое. Но я могу ошибаться, выйдет игра, там, возможно, это кажется шедевром. Если бы, как бы, давайте будем честны, Майнкрафт на бумаге тоже залупа выглядел. Ну, пока ты в неё не зашёл, поэтому тут я не спешу говорить. Том, продажи только ПК-версии игры составили 10 миллионов. Не забывайте про карманное издание Майнкрафта. Там тоже набралось 10 миллионов проданных копий. Ну, вот контент. Спасибо, спасибо за подписочку, спасибо. Петрик издания игры тогда ещё и в помиде не было. То есть, как вы могли понять, дела у Муджинг шли очень хорошо. А оставалось лишь продолжать наращивать темпы и стабильно выпускать новые, а главное, интересные обновления. Но в такие моменты успеха приходят корпорации, у которых цель – зарабатывать деньги. Поверьте, это не пункт, тем нам нужны деньги, чтобы мы могли существовать. Как заявляет Твубуй, медиадиректор Моджинг Студиос, к ним приходили разные студии с предложением экранизации. Цитирую. К нам обращалось так много студий, но после разговора с Warner Bros. мы решили, что это именно та команда, с которой мы хотели работать. Они уважают бренд, уважают IP и хотят сделать что-то потрясающее, а не просто нажиться на успехи игры. Ага, поверил. Warner Bros. – один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США. Отличная ведь идея. Это поможет не только Warner Bros. собрать кассу и заработать, но и Моджинг прорекламировать свой продукт. Тем самым привлечь новую аудиторию, получить всемирное признание и, что немаловажно, найти новых инвесторов. 27 февраля 2014 года, ночью себя в Твиттере написал, что кто-то сливает информацию о том, что они заключили контракт с Warner Bros. на экранизацию Майнкрафта. Конечно, никто ничего не сливал, и таким образом сам Нотч просто решил подогреть интерес к этой новости. Забавно еще то, что в комментариях ему в шутку написал популярный ютубер Джордан Маррон. Капитан Спарклс, предложил озвучить блок Земли. На что Маркус ему ответил, что у него нет полномочий выбирать каст фильма. То есть можно смело заявить, что Warner Bros. выбили полный провок... Бля, кстати, вот супер круто было бы, если бы взяли бы популярных ютуберов по Майнкрафту. Капитана Спарклса, Скайда с Майнкрафта. Ну вот, Пьюдипай, ладно, не прям Майнкрафт-блогер, он просто снимал немного, прям чуточку. Дрима, да. Пятерку, конечно же. Ну не, ребят, мы говорим про мировых. Даже, ну хотя ложку на самом деле могут как будто добить. Все-таки я думаю, даже учитывая, что в нашем регионе он сколько лет, я думаю, он даже для зарубежного имеет вес. Хотя бы, ну в целом для Майнкрафта. Так что вот ложку, даже без иронии, даже без иронии, если набирать прям популярных ютуберов по Майну, как будто можно взять. А, кстати, можно было бы в ролике, ой, в фильме дать респект их на Блэйду, кстати. То есть я уверен, что у него есть какая-то фраза легендарная, которую можно было бы спокойно в качестве камео вставить к какому-нибудь персонажу. Это было бы охрененной пасхалкой, и, кстати, трогательной, и, скорее всего, бы накинуло очень много баллов. Там будет садов в деревне, а, все-таки респектанут. Ну, короче говоря, если уже ты говоришь, что там будет, то, получается, они будут респектовать ютуберам по Майну. Так что это прям очень хорошо. Поверьте, ребята, так что если вам даже будут какие-то вещи не нравиться в Майнкрафте, в фильме, вы, в любом случае, из-за отсылок, из-за умилений и респектов людям, которые удали вот именно в медиа популярность Майну, вы так или иначе позитивно будете относиться к фильму, это 100%. На создание экранизации. Это будет их сценарий, их актеры, режиссеры и так далее. В этот же день на сайте Deadline.com вышла статья, которая раскрыла именно двух продюсеров, Рой Ли и Джилл Мессик. Первый может вам быть знаком по трилогии фильмов ужасов «Звонок», или, быть может, как «Приручий дракона» или «Лего фильм». Второй продюсер Джилл Мессик может быть вам знакома по фильму «Дряные девчонки». Скорее всего, выбор пал на Роя Ли из-за успеха «Лего фильма». При бюджете в 60 миллионов долларов он смог собрать 468 миллионов долларов, что положило начало кинематографической вселенной «Лего». Возможно, это грубо прозвучит, но боссы Warner Bros. посмотрели на Майнкрафт, а затем на «Лего» и подумали, что концепция очень похожа. Там и там кубики, почему бы Рой Ли не займётся этим фильмом? При этом всё нам... Их вот как раз Неркин говорит про «Лего», и это охуенный пример. Потому что когда экранизировали «Лего» фильм, многие к нему относились как, ну честно говоря, потенциально охуенная идея. Вот ладно, если бы это там был «Лего Бэтмен», которые потом уже там выходили, там хотя бы есть какая-то вселенная. А тут просто мультфильм, даже фильм, по сути, «Лего» это фильм, а «Лего» они всё это закрутили на тему семьи, отношений, отцов и детей. Добавь вот этот, получается, микродефолтный сюжетец. И как раз, ну давайте будем честны, вот если убрать вот эту тему отцов и детей в «Лего» фильме, получается, ну, довольно сносная, но довольно дефолтная история на 6,10 на кинопоиске, которых мы видели очень много. Но вместе это как раз добивает лишние баллы, которые заставляют респектануть работе. Есть такой момент, и это реально рабочая хуйня. А если бы «Майнкрафт» был бы просто анимационной историей, я предполагаю, что там не было бы чего-то сверх охуенного в плане сюжета. Скорее всего, и даже, кстати говоря, фильм, который будет, а он будет максимально прост. Так же, как и «Джуманджи». Обычно такие фильмы, именно про попаданцев, он решает на фоне внутренних отношений людей, которых тебе именно вначале подсовывают. Ну, то есть, показывают их отношения, потом они оказываются в каком-то мире, и эти отношения, благодаря миру и сложившимся обстоятельствам, либо полностью рушатся, либо перестраиваются. Ну, в основном, как бы, одно второму не мешает. Понимаешь, о чем я говорю? И, скорее всего, в «Майнкрафте» будет примерно такое. Я уверен, что «Майнкрафт» просто, ну, не будет говном. Скорее всего, это будет просто, ну, сносная комедия. Сразу же дали понять, что это будет именно лайв-экшн-фильм. После этого было затишье аж на целых 8 месяцев. Оно и не мудрено. В сентябре 2014 года Ночь продала Моджанг компании Майкрософт за 2,5 миллиарда долларов. А если была бы как анимация, скорее всего, была бы как «Майнкрафт Сори Мод». Ну, они же, по сути, решили пойти в сторону от, получается, этого, как он называется, кролика Роджера. Ну, то есть, когда, получается, анимация совмещается с реальными актерами. Поверла всех в шок и, конечно же, немного сдвинула разработку фильма. Причину такого поступка можно почитать в книге «Невероятная история Маркуса Персона» и «Игры, изменивший мир». Возможно, я когда-то сделаю видео на эту тему, но сегодня мы сосредоточимся именно на фильме. Так вот, в следующем месяце, все тот же Ву Буй делал интервью порталу TheGuardian.com, в котором сказал, что, цитирую, «На создание фильма уходят годы, особенно такого крупнобюджетного, как этот. Он все еще находится в начальной стадии, и пока нет четкого представления о том, что это будет. Как только оно появится, я уверен, что мы расскажем больше». Спустя буквально неделю после этого интервью стало известно, что Шон Леви уйдет переговоры с Warner Bros. Он должен был стать режиссером фильма. Шон Леви может быть вам знаком по недавно вышедшим фильме «Дэдпул и Росомаха», или «Ночь в музее», «Главный герой», «Очень странное дело» и еще много классных фильмов. Спустя два месяца после этой новости, портал Warity.com опубликовал статью, в которой говорится, что Шон Леви, а также супружество сценаристов Киран и Мишель Малруни, покинули разработку Майнкрафт-фильма. «Вы можете знать их по сценарию фильма «Шерлок Холмс и Гратини». Блин, кстати говоря, вот тут немножко очко. В общем, вы же понимаете, как это все работает? Есть шанс, что это будет просто долгострой. Ну, точнее, что это был очень жесткий долгострой. Есть дохеричи под, ну, таких, подводных камней, которые как раз-таки говорят о том, что там дохеричи проблем. Ну, ладно, 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 ладно. Будем надеяться, что это все заканчивалось на фоне, знаете, там, обсуждения, поработки сценариев, просто не нравилось потом. Просто, ну, не дай бог, нахуй, что вот был какой-то сценарий, он не понравился Ворнерам, потом они дали этот же сценарий другому сценаристу, он его переписал и получилось в конце, хуй пойми что. Вот не дай бог всплывет эта информация, потому что вот это уже попахивает говном. Леви преподнес новую идею, но она не совпала с тем, что искали Моджанг. Что же там была за идея, которую так резко отклонили Моджанг? Чуть позже после этой новости, Шон Леви давал интервью The Wall Street Journal, где у него спросили, почему же он ушел. Он опять объяснил это тем, что не совпало видение этого фильма. Он не хотел делать фильм «Пустышку», который имеет в себе только комедию. Он хотел сделать приключенческий фильм в духе фильма «Балбесы» 1985 года, со сюжетом Стивена Спилберга и сценария Криса Коламбуса. Сюжет фильма состоит в том, что герой находит старую пиратскую карту, ведущую к сокровищам легендарного пирата Одноглазого Вилли. Надеясь спасти свои дома от сноса, Балбес отправляется на поиски сокровищ. По пути им приходится сталкиваться с различными ловушками, скрытыми подземными ходами и опасной преступной семьей Фрателли, которая также ходится за сокровищем. В конце они находят корабль с золотом, а преступники оказываются арестованы. Да, возможно, сейчас, в 2024 году, подобный сюжет фильма избит, но в те времена приключенческие фильмы были очень популярны. Как по мне, сюжет более чем подходит подобной игре, у которой даже по сути... Ну, получается, еще хуже, кстати говоря, чем сейчас люди ноют. То есть и так, и так это будет семейная комедия, очевидно, но это вообще прям супер ребяческая история. Вот это вообще ужас, ужас был бы. Нет сюжета, а весь лор игроки придумывают сами. Тем более подобным сюжетом можно... Так что если вы орете насчет того, что, ебать, Майнкрафт какой-то веселый, сука, не хоррор, то вот этот сценарий вам вообще не... ну точно бы вам не зашел. Миллиард процентов. Новый лор, или как-то раскрыть то, что уже существует. После этого была тишина. Начался 2015 год, разработчики были заняты крайне масштабным боевым обновлением 1.9, и потихоньку готовились к Майнкону. Ведь именно там можно было встретить Роба Маккелхани, нового режиссера Майнкрафт-фильма. Об этом Вубу и даже официально сообщил на сайте mojang.com. Можно сказать, что работа над фильмом наконец-то была начата. Разработчики делали обновления, а киностудия занималась фильмом. Спустя почти год на все том же сайте mojang.com все тот же Вубу и написал статью, где объявил официальную дату выхода фильма. 24 мая 2019 года. Он также заявил, что фильм выйдет в 3D. Ребята, вам не похуй, экранизируют вашу любимую игру, на которой вы можете сходить в кинотеатр, чтобы просто кайфануть, смотря Майнкрафт-фильм на большом экране. Это в том-то прикол, что людям не похуй, поэтому они это и обсуждают. Да и в целом, как бы, фильм по Майнкрафту это событие, которое долго ждали. Поэтому удивляться то, что его обсуждают, как бы, и ждут чего-то не очень, или наоборот ждут чего-то хорошего, и там анализируют, предсказывают, это, ну, нормальная реакция интернета. Как бы, в этом смысл, ну, типа, вообще инфоповодов. Люди всегда их обсасывают. Да и Аймакс. Чудесные новости. Сообщество Майнкрафта оценило и приняло спокойно дожидаться выхода фильма. В октябре того же года последовала ещё одна положительная новость. До команды фильма присоединился новый сценарист Джейсон Фукс. Он может быть вам знаком по таким фильмам, как Чудо-женщина, Аргайл Супершпион и Ледниковый период 4. Казалось бы... Ужасно, пи***ц. Просто два из трёх фильмов кусок говна. Неплохая команда работает над фильмом. Всё должно идти как по маслу. Ладно, Аргайл ещё сносен, хорошо. Аргайл ещё сносен. Начали ходить слухи о том, что Стив Карл, звезда сериала Офис, примкнул к касту фильма. И вроде как должен был играть Стива. Но из-за проблем с расписанием он позже покинул проект. К сожалению, с этого момента, слухи или какие-то новости, связанные с кастом-фильмом, перестали появляться. Одним из первых серьёзных ударов для фильма была смерть Джилы Мессик. Она покончила с собой в 2018 году. Таким образом, Майнкрафт-фильм стал последним фильмом, которому она прикоснулась. Следующим ударом было то, что Джейсон Фукс и Роба Маккелхани были уволены. А на их место прибыл Аарон и Адам Ни. Могу выделить лишь то, что они срежиссировали довольно посредственный фильм «Сотерянный город». Это было крайне странное решение, ведь Джейсон и Роб уже почти начали съёмки. Были забронированы павильоны в Ванкувере. А Роб и вовсе привез всю свою семью туда, чтобы он мог полностью сосредоточиться на съёмках. Тогда даже стало известно, что это должен был быть анимационный фильм, бюджет которого составлял 150 миллионов долларов. Роб даже ездил на студию Pixar, чтобы поучиться создавать что-то новое. Ну кстати, нихуевенько так для анимационного фильма, скажу вам так. Увы. Почему так произошло? 150 лямов, это прям ну прилично. Ну, всё просто. Когда Роб Маккелхани пришёл в Warner Bros. с идеей создать анимационный фильм, в кресле руководителя сидел Грег Сильверман. Ему настолько понравилась идея, что он выделил на неё 150 миллионов долларов. Но в 2016 году Грег покинул студию, чтобы заняться другими проектами. На место Сильвермана пришёл Тоби Эмерих, и у него было совсем другое видение. С того момента прошло ровно 5 месяцев. 3 января 2019 года стало известно, что Джим Берни присоединился к команде фильма и будет отвечать за визуальные спецэффекты. Он может быть вам знаком по фильмам Гарри Поттер и Философский камень, Властелин колец две башни, Матрица и ещё много разных фильмов, где графика была на высоте. И его потом уволили, дай угадаю. В этом же месяце стало наконец-то известно, что новым сценаристом и режиссёром фильма станет Питер Солид. Мне сложно выделить его значимые работы, ведь Илья Майкал должен был стать первым в его карьере. Помогать ему писать сценарий должен был Джон Спейтс. Он написал сценарий до первой части Доктора Стрэнджа, Пассажиров, Мумии и Дюны. 16 апреля 2019 года на официальном сайте Майнкрафта рассказали о том, что даты выхода фильма сдвинулись и теперь... Чё вы... Это Питер, сука. Чё вы осуждаете? Теперь его стоит ждать 4 марта 2022 года. Сюжет же фильма был до боли... Что там Питер? Ну просто Питер. Имя такое Питер. Ты простой. Девочка, подросток и её друзья должны противостоять Эндер Дракону, который встал на путь разрушений и каким-то образом проник в верхний мир. Именно в верхний мир, а не реальный. Это важно подметить. Стало известно, что Эллисон Шреддер поможет написать новый сценарий для фильма. Она вам может быть известна по фильму Холодное сердце 2. Блять, её Шреддером назвали из-за зубов. Извини, осуждаю за Лукизом. Извините, просто вырвалась. Осуждаю. Я... Я... Её просто вырвалась. Просто вырвалась. Просто вырвалась. Извиняюсь. Осуждаю. Извиняюсь. Извиняюсь. После этого целых три года было полнейшее затишья. Не мудрено. Началась пандемия и вести съёмки не представлялось возможности. Как вы могли догадаться, 4 марта 2022 года мы так и не увидели фильм. Не хочу скидывать это на вину пандемии. Ведь, как мы уже поняли, дело далеко не в ней. Она лишь усугубила ситуацию с созданием фильма, но точно не стала катализатором. В конце апреля 2022 года начали ходить слухи, что Джейсон Мамоа, может быть вам известен как Аквамен, уйдёт переговоры о том, чтобы стать частью фильма. Тогда многие фанаты обрадовались. Они сразу предложили, что он будет играть Стива. Многие начали создавать различные концепт-арты того, каким они видят Джейсона в роли Стива. Ну, кстати, я тоже помню, когда сказали, что Джейсон Мамоа будет в Майнкрафте. Ну, я не знаю, конечно, я не могу сказать, что это Стив, но мне казалось, что сама идея прикольная, честно говоря. Конечно, когда я увидел его в трене, увидел его в розовой одежде, это немножко несуразно. Ну, опять же. Но, возможно, в этом будет свой прекол, мне кажется. Когда же стало известно, что... Даже хорошо, потому что, знаете, потому что, ну, Джек Блэк в роли Стива, это, на самом деле, несколько оху**ение. Плюс, мне кажется, вообще, в целом, вот этот коллаб Мамоа и Джек Блэка, это будет оху**енно, потому что, ну, Мамоа, он забавный. Даже посмотрите Аквамена, блядь, ну, он просто именно своим существованием, он ему даже делать ничего не надо, он просто веселый. А Джек Блэк, это просто, ну, это просто комок нахуй веселья. Так что будут какие-то приколы 100%. У фильма появились еще два сценариста, Хэббл Палмер и Крис Боуман. Также у фильма появились еще режиссеры, семейная пара Джаред и Джеруша Хэс. Все они могут быть известны по фильму Зачинщики. Затем Лидия Уинтерс, главный рассказчик в Моджанг, зачастую... Джек Блэк снимается только в говне. Не соглашусь, скорее, в фильмах среднего эшелона. Ну, да, очевидно. Ну, то есть, смотри, озвучка кунфу панды, окей, кунфу панды шедевр. Мы даже это не обсуждаем, как бы, окей. Все остальное. Просто комедии, в которых, ну, прикольный. Он тащит слабые фильмы. Просто тем, что он существует. Какие-то прям вообще говно, по типу того же Гулливера. Хотя многие скажут то, что, ну, он в них очень неплохо, например. Музыкальный он вообще в соло-тач, там, этот, школьный, как-то, где он играл, учитель музыки. Охуенный фильмец. Хотя по рейтингу он не самый клевый. Мне за мной очень понравилось. Частойно выступает ведущий на Майнконах. И Мэри Паррент, она предложила свою руку к фильмам о Конге и Газиле, а еще и Дюне. Также были добавлены в качестве продюсеров. А Кейл Бойтер в качестве исполнительного продюсера. Джаред Хэс заявил о том, что он обещает приложить все усилия для того, чтобы Майнкрафт-фильм не постигла судьба Соника. А точнее, его уродливости. Не так, как его представляли зрители. После этого посыпалось критикой. Блядь, такой чувачечий. Команде фильма пришлось пойти на уступки. И полностью изменить внешний вид Соника. С этого момента началось еще одно затишье. В хорошем смысле этого слова. Ровно через год стала известна новая дата премьеры фильма. 4 апреля 2025 года. В ноябре того же года к касту фильма присоединилась Дэниел Брукс. Она наиболее известна по роли Тиши в сериале от Netflix «Оранжевый хит сезона». Себастьян Ньюджин Хансен, он сыграл в фильме «Просто помиловать». И Эмма Майерс, известная вам по роли Эннид Синклер в сериале от Netflix «Уэнс». А, это которая танцевала, да? Оборотень. Я-то думаю, лицо знакомое. Чуть позже к ним присоединился Джек Блэк. Он взял на себя роль Стива. Об этом он рассказал, выложив фотографию, где он учится играть в Майнкрафт, читая книгу для чайников. Начало съемок планировалось на август 2023 года в Новой Зеландии. Но из-за страйка сценаристов съемки начались лишь в январе 2024 года. Они продлились вплоть до 12 апреля того же года. Об этом объявил Джейсон Момо, выложив фотографию с Джеком Блэком и участниками команды. Таким образом, можно понять, что съемки заняли всего 4 месяца. Уже в сентябре этого года стало известно, что Марк Мазерсбо напишет музыку для фильма. Из последних он написал музыку для «Монстра на каникулах», «Элвины Бурундуки», «Тора Рагнарёка» и еще много чему. Так что насчет музыкального сопровождения... Ну, короче, понятно, что там по музыкалке будет. Я уже представляю. Я думаю, переживать не стоит. Ну, кстати, в Рагнарёке оху***** у вас, к слову. Хотя главный композитор C-418, который написал всю культовую музыку для игры, в титрах не значится. С крестьем пальца, чтобы услышать его треки в фильме. Еще один занятный... Ну, 100%, 100% добавят. Прикиньте, C-418 и просто в какой-то момент, там, в конце, в титрах, там, не знаю, перед титрами, или важном моменте трагическом, или там, знаете, когда они просто общаются между собой, идут на фоне. Можно вообще это интегрировать в прикол, знаешь, типа, они сидят там, общаются, например. Потом, получается, играет эта хрень, Момо пытается им что-то рассказать важное. И потом такой просто еб... Что-то, по-моему, проигрывают ли, типа, б***ь, как эту хуйню выключить? Кстати, нихрена я сценку придумал. Возможно, кстати, так и реально и будет. Как будто звучит, как дефолтная сцена для... для фильма по Майнкрафту. И факт, некоторые зарубежные ютуберы приняли участие в съемках. Среди них Дэн Ти Диэм и Мамбу Джамбу. Какие у них роли сказать сложно, но что-то мне подсказывает, что это лишь камео. И они будут играть сами себя. Но им также пришлось лететь в Новую Зеландию. Думаю, какой-то момент их случайным образом затянет на несколько секунд в фильм. 5 сентября 2024 года на официальном канале Warner Bros. вышел первый дизер-трейлер. Который собрал кучу негативных отзывов. Показывать я его не буду, так как в авторское право никто не отменял. В комментариях творится что-то с чем-то. Люди в шоке от того, насколько фильм нелепо смотрится. Что настоящий герой выглядит странно в мире Майнкрафта. И еще некоторые просят прощения за то, что считали Майнкрафт-стори-мод игрой с плохой графикой. Есть еще слитые концепт-арты к фильму. Но я не хочу вам их показывать. Это чутье мне подсказывает, что Warner Bros. могут подать жалобу на ролик. Покажу лучше те, которые есть в открытом доступе у художницы в портфолио. Что их рисовало. Это старые концепт-арты, которые служили для того самого анимационного. Ну вот это прям пи***ц, на мой взгляд. Вот это реально пи***ц какой-то. Вы реально хотели вот что-то вот вроде этого? Это помните, скручав, американец, у которого вела голова как Майнкрафт? Вот ровно то же самое. То есть, по сути, взяли настоящих и слегка переделали их под стиль героев из игры. Пауки смотрятся очень устрашающе и довольно жутко. Вот несколько артов верстака. Он мог бы светиться, создавая что-то из разных материалов. А вот так мог выглядеть каменный меч. Держите в голове... Ну, кстати, паук крутой и верстак крутой. Конечно, это концепт-арты, их было много. Это далеко не финальные варианты. А вот это горгульи в виде мобов. Волк, корова, овца, свинья, летучая мышь и лошадь. Есть еще в гонетке, и они выглядят более чем достойно. А вот последние доступные элитры. Над ними я бы все-таки поработал. Как-то странно. Вот, кстати говоря, вот да, согласен. Элитры говно, мне не нравится, как выглядит сам персонаж. Тоже как-то, ну, смешно. А вот именно детали... Блин, они охуенные. Прям... Рановато они выглядят. В описании я оставлю ссылку. Там вы сможете... Местами прям неплохо. ...на другие концепт-арты, которые я просто боюсь демонстрировать. Мне бы хотелось еще обоговорить один довольно забавный, как по мне, момент. Новый сценарий, а в частности сюжет до фильма, во многом вдохновлялся относительно новой игрой от Mojang, Minecraft Legends. Это можно понять, потому что пиглины нападают на верхний мир. Они могут находиться в нем в обычном состоянии и не превращаться в свою зомпифицированную версию. Да даже в одном моменте появляется главный интегнист игры. Многие задают вопросы, почему же пиглина не превращается в зомби пиглина в верхнем мире. Это как раз взято из игры Minecraft Legends. Ведь они как бы вдыхают споры Незерского нароста, которые помогают им оставаться собой и не бояться превращения. То есть, когда разработчики создавали эту игру, а сценаристы писали новый сюжет, они посчитали, что это отличная идея, взять за основу какие-то ключевые моменты из еще не вышедшей игры. Без четкого понимания, будет ли игра успешна или же нет. Как по мне, это крайне странное решение, учитывая, что Minecraft Legends полностью провалилась. А в стиме в нее играет одновременно от 10 до 20 человек. Ну, кстати, неплохо. Неплохо, неплохо. Я причем предсказываю, что эти 6 человек просто в пати ебашат. Вот скорее всего, там вот именно, вот скорее всего, в 2 человека в пати, 2 других в пати, 2 других в пати играют. Возможно, на Legends сделали большую ставку и были уверены, что игра зайдет, но... У Concord'а и то больше. Нет, там ты прикал, что у Concord'а было меньше на выходе. Этого не случилось. Поддержку игры прекратили спустя 5 месяцев после официального релиза. Еще одна забавная ситуация сложилась с разработчиками. Епо писано много кого... Типа, да, заброшенная игра и игра, которая проебалась на выходе, с наполеоновскими планами, ну... ...в твиттере. И никто из них не сделал репост трейлера или хоть как-то показал свою вовлеченность в это. Мне кажется, это тоже своего рода звоночек, о котором стоит задуматься. Сам трейлер я рассматривать не хочу. На канале уже есть отдельные видео, можете посмотреть. Надеюсь, что фильм не принесут еще на один год, но всякое может быть. Возможно, на фоне критики и разногласий, команда фильма отправится на пересъемки или будут что-то делать с графикой. Хочу на всякий случай напомнить о том, что Netflix... Ну, графикой... Ну, короче, чтобы персонажи там были более уместны. А я не знаю, ну, типа, в целом, если вы добавляете человека в анимацию, это всегда будет выглядеть неуместно. Но в этом прикол. Не знаю, честно, вот, что они хотят сделать. Мне кажется, они ничего... Вот в данном случае, мне кажется, они вряд ли что-то будут переделывать, потому что, ну, я просто даже не знаю, что. В Сонике, допустим, было понятно. Просто поменять физиономию ежа. Тут хрен знает. Закубировать челиков, типа, полностью сделать анимацию? Ну, блядь, а смысл какой? Ну, то есть, теряется вот этот вообще прикол Мамоу, Джек Блейка. Тогда у нас появляется просто еще больше кот в мешке, потому что, скорее всего, это будет посредственная анимация. Вот и все. Либо, кстати, есть вот вариант тоже неплохой. Взять идею у Лего фильма, когда у тебя есть, получается, анимация, но все это часть фильма какого-то. Тогда, как будто в теории, можно из-за актерского состава что-то прикольное снимать. Ну, короче, опять же, идеи, варианты, как это разнообразить. Расстраиваться не стоит. Надежда на что-то поистине крутое. И то, что может хоть как-то дать частичку того, что мы ожидали от фильма, есть. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, шанс есть всегда, шанс есть. Но я все равно придерживаюсь того, что это кот в мешке. Я прям уверен на сто процентов.